Всем привет друзья! Начало мая, мне кажется самое время начать спасать свои кустики крыжовников, смородины, красной смородины, черной смородины, чем я в принципе сейчас и займусь. Вот так вот среди травы растет моя бедная смородина, ну бедная, пока бедная, сейчас я ее буду спасать, приводить в порядок, так же как и крыжовник, северный виноград как его называют. Здесь я уже вырвал траву, но будем делать вот так, как я сделал здесь. Здесь весь бурьян, весь сорняк, весь пырей выкопал, добавил сюда золы, можно конечно и доломитовой муке, но у меня зола, она будет и как удобрение, и как раскисление почвы. Делаю я такие вот чашеобразные углубления, но горку, горку вот так вот под кустик, потому что смотрел, что корни расположены очень близко, поэтому корни я старался закрыть землей конечно, ну а чашеобразную такую лунку для того, чтобы вода не растекалась. Да, вот немножко трещинка, это от того, что земля была рыхлая, пухлая, она присела, когда я полил, вот такой вот кустик смородинки. И потом, конечно же, я все это дело хочу вот сейчас проэкспериментировать, закрыть пленкой черной и сверху замульчировать травой, для того, чтобы пленка и не улетела, и не перегревалась. Вот такая вот куча огромная корней, травы, работа проделана очень большая, хоть кустов у меня и немного, но все же здесь кругом была дернина, и вот так вот сейчас выглядит все вот эта вот, вся вот эта вот красота. У меня постоянные ветра, вот здесь постоянно дует ветер, или северо-восточный, или северный, плюс солнце, и все это, конечно же, дело, если вот так вот оставить, оно будет пересыхать. Приезжаю я на дачу раз в неделю, поэтому не наплеваешься. А, конечно же, все кустики любят воду, ну все любит воду. Это вот куст красной смородины, который я, так сказать, немножечко, за которым я поухаживал еще в прошлом году. Он был весь такой на траве, лежал среди травы, тоже вот так вот рос, ну, тоже сделал здесь, огородил, потому что ветки падали. Честно говоря, он мне вымахал уже по грудь. Это вот паричка, так называемая, красная смородина. Тоже добавил сюда золы, полил хорошенько. Ну и тоже хочу сейчас закрыть пленкой, как и все остальные, проверим, как это будет работать, и добавить сверху мульчи. Вот такой маленький кустик, а ягодки уже завязались. Это смородина, черная смородина. Так, первый кустик, друзья, использую я старую пленку. Она у меня вся попорченная, вся в отверстиях. Ну, это, в принципе, и хорошо, будет поступать хоть какая-то влага. Я ее разрезал посредине, таким крестом, чтобы кустик мой пролез. Зажал пока кирпичами, чтобы ее не сдуло ветром. И сейчас буду ехать за мульчей, за сухой мульчей. Не вот такой вот свежий, который я вот собрал вот вчера, ну, в смысле освободил, освобождая кусты от дернины всей этой, да. И здесь свежие корни пырея, пырея, как хотите называйте, не годится это, потому что они же могут через отверстия в пленке начать прорастать. Поэтому буду брать, вот у меня сухая куча, которая образовалась путем того, как я освобождал яблоньки свои. То же самое перекапывал. Здесь уже все сухое, и можно этим вот прикрывать. Эта мульча, конечно, будет служить только лишь для того, чтобы она прикрывала черную пленку, чтобы она не перегревала, чтобы корни не перегревались. Ну и чтобы ее ветром не сдувало, не сносило. Вот так получился первый кустик. Кирпичи, конечно, я убрал. Пленку уже зажимать кирпичами не надо, это будет делать мульча. Ну и дал, конечно же, хороший слой. Так, чтобы мульчу эту ветром не сдувало. Потому что у нас, у меня в открытом поле ветра дует постоянно. Как вот, например, и сейчас. Ну что ж, буду продолжать делать то же самое с остальными кустиками. Друзья, сильный ветер, пчелы в меня врезаются, поэтому отдел сетку и буду продолжать мульчировать смородину. Я думаю, что вовсе не обязательно черная пленка, это может быть и обычная какая-нибудь старая пленка прозрачная. Главное, чтобы ее, конечно, замульчировать и проделать вот так вот в ней отверстие. Не, конечно, можно купить и черное агроволокно специальное для мульчирования. Можно приобрести и опилки купить для мульчирования, а не так, как я мульчирую старой сухой травой. Но если у вас под рукой не оказалось ни того, ни другого, что я вот перечислил, а есть просто вот что-то старое, ненужное, как вот эта вот старая пленка, то, в принципе, ее можно вот так вот использовать. Что, друзья, последний кустик, последний кустик, сейчас замульчирую. И вот так вот получилось, замульчировано. Конечно, выглядит не так красиво, как было, когда оно было в виде чаши, но мне главная функциональность, чтобы она выполняла свою функцию. Держала влагу, защищала от пересыхания корней и не давала росту сорнякам. Посмотрим, как это сработает, как это повлияет на развитие кустиков. Полив, конечно, буду осуществлять посередине. Вот как здесь, так и здесь. Саму мульчу поливать не буду. Пусть поливает дождь, если будет дождь. А я же буду поливать вот так, посередине. Видите, я оставил здесь отверстие. И посмотрим, как они будут развиваться в кустике моей. Субтитры сделал DimaTorzok